На смертный бой в 41-м Георгий Гордиенко пошел со всей страной. 17-летний токарь сразу прошел отбор в батарею реактивных систем залпового огня, которые в войсках прозвали «катюшами». На долю Георгия Павловича пришлись самые тяжелые сражения – оборона Сталинграда и Курская дуга. Но в целом Гордиенко прошел все тропы войны. Как известно, «Катюши» выпускали большое количество снарядов. За один залп уничтожали и технику врага, и самого неприятеля. Артиллерийские машины нужны были на всех фронтах, рассказывает участник Великой Отечественной. Поэтому экипаж Георгия Гордиенко то и дело перебрасывали с места на место. Где очень трудно было, немцы прорывали туда. Мы как дадим залпы, не сказал бы, как дадим, 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 Катюше. Они там удивляют, что это же… У нас на машинах уже были. И вот удивлялись. Прямой наводкой на них лупили. Тогда уже прямой наводкой. Катюша прямо вот здесь вот они идут, а мы на них, Катюша, разбили, конечно, все. И пошло, пошло, пошло. Дальше в Белоруссию вошли, Минск взяли. И потом с Минска уже в Польшу вошли, в Варшаву. Вот. И дальше с Варшавы уже в Германию вошли. И Берлине закончили. А Берлине прямо у Рейстака у нас стояла эта Катюша. Взяли Берлин и в Рейстака пели первыми. Тяготы войны Георгий Гордиенко вспоминает неохотно. Ветеран на войне пережил и бомбежки с самолета, и ранения. Выжить помогала музыка. Выходила, говорит, Катюша, А высокий биг на кровь. Ради победы нашей любимой Родины. Вот и воевали. Вот. Мне уже 90-й седьмой пошел. Я, конечно, думаю, как бы дожить до 9 мая. Только так вот. Думаю. Дай Бог дожить до 9 мая, чтобы встретить опять. И тогда приходит ко мне, поздравляет меня, как бы сейчас. Мне приятно становится. И меня это движет в жизни как-то. Значит, я кому-то нужен. Мы еще нужны людям. Это самое важное в жизни. Георгий Павлович всегда шел с песней по жизни. Он человек-оркестр, владеет практически всеми музыкальными инструментами. Но любимый – это аккордеон. 15 лет Георгий Гордиенко работал культработником в санатории «Красный штурм». Играл в оркестре. Сегодня он по-прежнему выступает перед публикой. Сыграет и споет песни военных лет и на мероприятиях в честь Дня Победы. Ехал я из Берлин по дороге прямой, на попутной машине, ехал с фронта домой. Ехал мимо Рошады, ехал мимо Орла, там, где русская слава, все тропинки прошла.